Вьетнам нас продолжает удивлять. В этот раз мы оказались в самом пекле, проходили квест по переходу через дорогу, встретили китайский Новый год с салютом в 40 минут, а потом шли по улицам серп и молот, и в голове крутилась песня, связанная одной цепью. В это время байк-такси усаживали пассажиров, люди шли, байки ехали, машины сигналили, а потом мы прошли 6 километров по набережной Ничанга в сторону русского района. По дороге была голубятня, джекфруты, огромные помилой и папайя, а вот и вот мы в русском районе, пляж у ЖК «Океанус». Зашли к знакомым, посмотрели квартирку, вид огонь, и все вместе пошли на Чамские башни. Популярное местечко оказалось и очень аутентичное. Думали в тазах добраться на остров, но решили не платить за камни. Вот и все достопримечательности Ничанга. Вечером пробовали кофе с желтком и узнали об истории создания. Естественно, торговые центры, супермаркеты обошли все кофейни в округе, пробовали местные напитки с сырными шариками, а обзор получился перевертыш. Отель отсняли в конце. И уставшие поехали в следующий отель, тоже на набережной. Ставь лайк, комментируй и смотри до конца. А цены на отели теперь можно узнать у нас в телеграм-канале. Консультации, подбор тура, а также переходите на наш сайт, где вы можете сравнить цены у всех туроператоров и забронировать отель самостоятельно. Вся информация в описании. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Отличительная черта вождения во Вьетнаме это очень-очень медленно. 30, 40, 50 км в час, не более. Ну, зато безопасно. Но 10 км преодолевать, конечно, интересно. Так-то на 60 км едем. О, это мы вообще летим вообще с космической скоростью по трассе. То есть это по трассе мы едем просто очень-очень быстро. А так выглядят окрестности. Какой-то пакет нам полетел. Слушайте, ну тут вообще, конечно, безопасно водить, но машину снять довольно-очень дорого. Почему-то редко сдает, очень мало. И, ну, из-за этого дорого, потому что конкуренции нет. Как в Таиланде. А, да? Такие же? А, видите, нам нарассказывали, что здесь дорого-дорого. Но это тут в чатах, видимо, так говорят, что дорого. А на самом деле, видите, Гриша говорит, такие же цены, как и в Таиланде. Но найти действительно вроде как проблематично. Единственное, что в Таиланде сейчас сезон, а тут не сезон. А, да. Ну, значит, сезон дороже, видимо. Ну, да. Приехали, я сказал, что он первый у меня устав. М-м-м. Ты уже его забронировал? Единственное. Такие все неторопливые. Таиланде. Ну все, все, мы уже в Ничанге прибыли Это город-город с широкими тротуарами Огромной набережной, широкой береговой линией Просто потрясающе, я обожаю Потому что вокруг нас теперь цивилизация Не то, что в Таиланде В Таиланде таких мест не сыщешь Но все равно там не так А тут прям город-город Набережная, центровая, центровой район Мы тут гуляли, помню, Анечка маленькая была Сегодня, кстати, китайский Новый год Будем праздновать, будет шумно А я так хочу спать всегда Я думаю, что я только сегодня хочу спать А потому что праздник Я же до праздника хочу спать Всегда, да Представляешь, я даже забыла, что он есть Но все равно хочу спать Да, смотри-ка Вон эти фонари-то Фонари продают Вообще сумасшествие просто Цветы едут Просто Ой, слушай, вон там, видишь, все все покупают Эти фонари О, ёй-ёй-ёй Боже ж ты мой Тут какой-то апокалипсис произошел Сегодня была зачистка ларьков Убрали всех Тут так плакали Вьетнамки, у которых бизнес отжали О, тут уже, видать, освобождали О, это, смотрите, церковь какая-то Маневрируем среди мотиков Ох, божечки мои Боже мой Так, так, так Идем, идем Не останавливаемся Весь тротуар заняли продавцы Сзади меня мотик мне на ногу наезжает Это, конечно, жуть-жуть Вот такой вот он, Вьетнам По 20 километров в час Ох, ёрк, макарек Тут же, тут же люди Ну, вон, смотри, видишь, на мужбуке точат, нет? Может, Гриша тут ищет какую-то булочную Которая была 5 лет назад Вон она Она еще есть! Гриша очень рекомендовал Мы тогда... Я была на Фукуоке Он летел во Вьетнам Через... ну, там, с пересадкой в Москву улетал И вот он очень рекомендовал вот эту булочную Очень обрадовался, что ее нашел Видите, ничего не меняется спустя 5 лет Ну, в общем-то, идем пробовать Мы не одни тут прям посетители Ну, какие булки-то пробовать будем А какие вы брали булки? Не помню Ага, на ногу наедут так? Ёх, твою ж медь И мы прошли еще один левел 3 Это, знаете ли, вам не на американских горках кататься Вьетнамские дороги переходить Очень прикол Мы тут шли Вообще пустой тротуар был И парковщики такие Хотите припаркуй ваш пак? И такой просто тупо взяли на тротуар Запарковали кучу байков И еще и деньги берут То есть куча парковщиков Они талоны выдают Я уж не знаю, официально или нет Но, в общем-то, с ними там рассчитываются все дела Сегодня китайский Новый год Перекрыли улочки Будет салют Празднуют с размахом Что российский, что китайский В общем-то, праздники любят все на всех курортах Слушайте, Вьетнам, конечно Потрясающий контраст И куча байков Тут же какой-то суперский рейстик на дороге Вообще, слушайте Вот в этот бы я зашла Называется А, Будвайзер А, Пальм Бестро Тут же просто в стиле европейском Какая-то кофе-ти хаус Очень прям красивый Слушайте, в таком французском стиле У них, кстати, много здесь французского Елка какая красивая Из живых цветов, чтобы вы понимали Это живые цветочки Потрясающе Люди все гуляют Главная улица, набережная Ничанга Перекрыта Мы на главной площади Ничанга Фонтаны Коммунизм Все фоткаются Ой Хотела их фоткать В общем, все фоткаются Со знаменитыми цифрами этого года Ой, слушайте Все из живых цветов Пах Запахи потрясающие Фонтаны Да, все Вот это напоминает советские времена Советский Союз Окунаемся во времена Когда были серпы молот Красные флаги Народ Мы на площади Люди Тайский концерт. Поют в кокошниках там. Так, обучение прошло успешно. Запущен самое главное развлечение. И пять лет назад, и сейчас, правда, тогда летали огромные, а сейчас придумали прикольно на удочках, прикиньте. Прикол вообще. Аня себе выбрала рыбу дракона. Аня себе выбрала рыбу дракона. О, прикольно. Свернула на удочку. Все, все, все. Девчонки по видеосвязи каждый день играли в Таиланде. Дружили и перевезтились все во Вьетнам. Свернула на удочку. Гоп стайл, смотри, это вечеринка, гоп-гоп, и все семечки лузгают, чтобы вы понимали, ну кто пиво пьет, а кто семечки лузгает, чей-то шар улетел, о, чей-то шар улетел, вообще. В этом весь Вьетнам. Мужчина сидит на скамейке и смотрит, как проносят собаки, смотри, что опасно. Вообще, вьетнамская жизнь кипит и бьет ключом. Что же, праздники мы не пропускаем, сейчас Новый год Китайский, все в ожидании салюта и теперь уже мы в Ничанге. Одно остается неизменным, мы встречаем Новый год на берегу моря. Начались салюты, салюты. Ну что же, мы сейчас сравним, где же лучше, в Таиланде или в Ничанге. И все очень ждали салюты, но что-то там такое, знаете ли, не очень масштабное происходит. Но все уже подготовились, подготовились стали. Мы, похоже, как это Калин Клаб делали. Ну, а китайский Новый год проходит довольно скучно. Никто даже не кричит с Новым годом почему-то. Просто все тихо стоят, а на башнях какие-то фейерверки происходят. Да-да-да, я видела. Интересно. О, что-то происходит. Все же, о боже, начался Новый год. Вот это да. Я забыл фейерверки же китайские тоже. Они сразу сработали. Ура! Только мы кричим, все молчат. Почему-то. Никто не кричит с Новым годом. Симон, чувак! Ну, что, как нам надо кричать? Слушайте, они все в тишине стоят. Ты снимаешь? Да. А, хорошо. Они мне даже на балконе смотрят. Сами догадались. Салют, смотрите, салют! Зови Алису! Прикол, короче, мы детям фейерверк показываем. По телефону. Они на балконе смотрят. Сами. Ура! Что, они на балконе смотрят, да? Видишь, какие умные! Без нас уже добрались! Да, слушай. А то, я думаю, ничего себе, что ли, закончился Новый год. О! А мы стоим вон, в водичке. Сумасшествия! Ура! Они тоже начали кричать! Ура! О, красивый, слушайте, какой! Смотри, куда! И сюда, и сюда! Я смотрю, и сюда! И сюда, и сюда, и сюда! Всех смыла! Всех смыла! Гриша, не ты, Лондон! О, боже! Что еще произошло? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они решили взять и сбором. Просто долгий такой. Уааааааааааааааааааааа! Ууууу! Оуууу! Ааа! Умывает нас! Умывает! Субтитры сделал DimaTorzok Девчонок, прими, какой вид там вообще Вот это салюта не сделали Не для тебя Это для тебя ты, Майя Но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчонок Субтитры сделал DimaTorzok Салют Салют Девчонок Прошло полчаса, да? А просто самый долгий салют в нашей жизни Мы уже даже смотрим время Концовочка Похоже Плеска Сколько было заряда в городе Столько они сюда притащили Ну красиво, вообще, конечно, молодцы Еще не все Теперь главная задача выйти Смотрите, это вам не Найхарн А тут просто тьма народу Вообще, смотрите А Гриша у меня ходячая реклама Хочет Офигеть, смотрите, сколько народу О боже А нам надо пройти сквозь Слушайте, они так дружно все идут Как знаете, вот это Пионерский лагерь А за ручку все держатся Жюк-жюк-жюк-жюк-жюк Мы проходим-проходим Проходим Офигеть, мы вышли Следующий этап идет Надо пробегать Пробегать Так, остаточки Было и роскоши Слушайте, ну круто Новый год Это интересно 15 минут был салют Но все молчали Они как-то не кричат Там с Новым годом Хэппи Нью Е Ничего не кричат Просто молча смотрят А потом все толпой Расходятся по Своим гостиницам Идем за толпой Вперед Мотики люди все в кучу Но теперь нас продают мороженое Опачки Ну просто вообще Слушай Мотики едут в толпе Мы идем Но нас теперь больше Так, нам направо Ну боже, Гриша еще и понимает Куда мы идем Чтоб вы понимали Мы идем наравне с Мотиками Они просто Мотики тоже идут Мотики Мотики Они просто идут Они просто идут Они везут пассажиров А это же эти Да Как они называются Краб такси Да, краб такси Чтоб вы понимали Прыгали мы Чтоб вы понимали О, Максим Смотри, смотри Такси Максим Видала? Максим Такси Ну мы почти дошли Почти У цели Вот смотрите Вне сезона Вы конечно Можете попасть Вот в такую погоду Хотя два дня назад Было спокойное море И чуть ли не полный штиль А так Вот вы можете приехать И вот такое Может сложиться впечатление Кажется, что Грязный пляж Но это не грязь Вчера еще Новый год был Так-то тут вообще Фейерверки все Пикники устраивали И ну как бы Море на самом деле чистое Это в основном Вот Выброшенные водоросли Но видите Без солнышка Конечно Не все так презентабельно Смотрится Вон кстати Знаменитая Канатная дорога На Парк аттракционов Винперл Мы тоже будем там жить И в самом Винперле И в Мэриот Находится Ну в общем-то Там несколько Винперлов Мы может быть Во все заселимся Мэриот Забронировали Ну на канатной дороге Соответственно До города добираться Очень тоже Прикольно Безумно любят Прогулки Когда это сочетается С какими-то Спортивными Тренажерами На набережной Вон сейчас Увлеклась Второй день Запуском Запуском Зомея Не представляете Какое-то Счастье Прогулки Вот просто Без Вот этой Изныряющей жары Поэтому Все таки Шик Если вы на долгий срок Приезжайте Шик в не сезон Он тоже есть У него У него Легер Он не дарит Рыб Вом Kathryn Завис Продолжение следует... 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 Реально, слушайте, мы сколько прошли, вот таких видовых ресторанов практически нет, потому что они все на другой стороне дорожки. Но обходить, в отличие от Таиланда, рестораны вообще нет никакой проблемы, потому что везде очень широкие тротуары. Так что не переживайте, прогулка ваша ненадолгий срок прервется без моря, так скажем. Но все равно широко идем, никакие мотики не ездят. У нас напережная уже ближе к русскому так называемому району, к мостику не такая, конечно, интересная и зеленая. Пляжа здесь нет, можно только прогуляться вдоль моря, то есть пляжной зоны нет для купания. Поэтому при выборе отеля обращайте на это внимание. Я знаю, что многие открывают карту, смотрят по море, но моря может и не быть. То есть оно у вас будет вот таким, вы на него сможете посмотреть, но не искупаться. А отели здесь также есть, их, конечно, поменьше, ну и район, кстати, подешевле, конечно, чем центральная часть. Мы еще, естественно, ой, наступило больно, прогуляемся в другую часть. Мы вчера туда ходили, покажем, где находится банкомат для карты Мир. Он есть, можно снимать и со Сбербанка. Кстати, Юнион Пэй в этом банкомате не работает и называется он Вьетнамско-российский банк. Так, вот оно, смотрите, по морю, что я имела в виду. Мне не думайте, что перепрыгнув вы сможете искупать-то. Конечно же, нет. Здесь уже стоят отбойники. Но набережные выглядят интересно. Я никогда не была в Минску, но мне почему-то кажется, что чем-то похоже, потому что говорят, да, что когда туда попадаешь, как будто в Советский Союз, да, вот здесь, наверное, такая же какая-то атмосфера. Вот смотрите, при выборе отеля или апартамента, если вы там на долгий срок планируете и не планируете к нам вращаться, я не раз повторяю, что всю информацию вы можете найти в разных видео, да. Но если вы к нам на консультацию обратитесь, конечно, я вам все подробно расскажу, покажу, там, если вам нужно будет. И правильно, пожалуйста, формулируйте вопросы, потому что у нас бывают некоторые такие моменты, да, когда называют определенные даты, мы ищем под эти даты. Если потом человек, например, говорит, ой, вы мне вот прислали, а я вот нашел дешевле или там этого отеля нет, а вот вы сказали, что этого отеля нет, а он на самом деле есть и присылает, ну, например, на другие даты. Вот это, пожалуйста, учитывайте даты, это вообще самое главное, что может быть. Вот, а мы же не можем предугадать, вы можете играть датами или нет. Мы обычно спрашиваем, люди говорят, нет, нам вот 27-го, например, надо вернуться, вот, а потом смотрят, ну, ладно, мы, в принципе, и 30-го можем, раз сэкономим, да, поэтому все эти моменты озвучивайте, когда мы вам подбираем тур. Так, ну, мы уже дошли до мостика знаменитого, но очень-очень классно, что есть тротуары повсюду. И вот, смотрите, при выборе отеля, соответственно, по карте смотрите, если сами там будете, да, опираясь на обзоры, например, которые в интернете выложены, да, многими людьми. Вот видите этот мост, вы понимаете, что эта часть не купабельная, все здания, которые там стоят, отели, они не имеют пляжа, здесь порт и так далее. Ну, то есть прогулочные зоны есть, а купаться это нужно будет пройти по мосту. А пройти, ну, по мосту довольно удобно, в принципе, прогулка, если, да, цель сэкономить, вполне себе, вот, видите, мы там, не знаю, 40 минут идем от центра, ну, соответственно, вот отсюда, от центра минут 30. Давайте, слушайте, видите, мы сейчас идем, пасмурная погодка, да, и обзор получился такой пасмурный, вроде бы вода некрасивая. А теперь, смотрите, падает у нас солнышко на островок, и сразу водичка становится прозрачная, красивая, бирюзовая. В самом Ничанге не особо много достопримечательностей, вот одна из них, это вот какие-то чаши, расскажу поподробнее, когда мы туда придем. В основном все экскурсии такие, я имею в виду, природные, да, какие-то морские, ну, соответственно, на них нужно ехать. Я не считаю, да, экскурсии Винперловский, парк аттракционов, да, а вот, ну, я имею в виду, сравнимые с тайскими экскурсиями, какие-то, да, живописные места, храмы и так далее, они все находятся в отдалении, в основном, ну, далеко достаточно ехать, например, на Слепбасе 9 часов, вот там сутки обратно 9 часов, ну, то есть такие экскурсии, если мы поедем туда жить на месяц, то я вам покажу достопримечательностей, если не поедем, не покажу, ну, они есть, но, вот я говорю, все, так скажем, в отдалении, поэтому, если вы все же едете в Ничанг, мне кажется, это больше такой, либо ресортный отдых, да, если вы вот рядом с аэропортом будете жить, либо в Ничанге это прогулки по набережной, море, да, ну, какая-то такая колоритная еда и так далее, такой отдых, да, Мьянмы это тоже ресортный отдых, и вот там как раз очень много близких экскурсий по воде, ну, либо уже ехать, да, подальше, где вот этот мост руками и так далее, ну, вот я говорю, отсюда эта экскурсия 9 часов туда и 9 часов обратно. Так, ну, вот мы уже в так называемом русском районе, здесь также есть свой парк, но море не купабеленное, только набережная, зато есть детские площадки, но они, смотрите, прямо, знаете ли, не соответствуют европейским требованиям. Но парк приятный, тенечек, мы, видите, как раз дошли, уже вышло солнышко, и мы даже прямо рады, что попали в тенек, потому что когда солнце выходит, уже довольно жарко, то есть мы немножко шли, подмерзли. Вот он, видите, не сезон какой, так же, как и в Таиланде, вроде бы только что шел дождь, было холодно, а теперь мы изнываем от жары. Мне очень нравится, что во Вьетнаме везде, повсюду тренажеры, они, кстати, очень спортивные, все потянутые, ну, в возрасте я имею в виду все те, кто... А вот молодежь почему-то не особо так спорту, но вот, слушайте, вот на них смотришь, я прямо своего дедушку вспоминаю, вот они какие-то все поджары, такие спортивные, ну, и вообще как-то напоминают мне моего дедушку, в общем-то. И по характеру тоже, они все такие, как и мы, русские, с покерфейсом, но при этом очень много делают добра. Живописный фонтанчик, слушайте, ну, тоже здесь приятно, но прям город-город. В этой части уже нет ощущения курорта, туристического людей значительно меньше, то есть в основном здесь и проживают, ну, те, кто, да, на долгий срок приезжают, то есть здесь долгосрочная аренда в цене, не такая плотная застройка. Ну, в общем-то, вот сами видите, вот я не знаю, чем-то, знаете, Сочи, наверное, напоминает. Да, слушайте, прям Сочи напоминает. В общем-то, тот, кто был во Вьетнаме, например, только в Муйне, вот я вам очень хочу показать, как выглядит, да, Ничанг, то есть это город, вот реально вы как в Сочи приехали. Также есть курорты с белоснежным песочком, есть вот просто набережная общая. Решили сделать небольшую передышку, прошли уже около часа, наверное, да? И вы не поверите, что мы обнаружили, я вам говорю, очень похоже на Сочи, Геленджик. Посмотрите, какой сад, видите, растительность. Реально, вот Аня постоянно твердит, мама, мама, мы в Москве. Ну и голубятня, видите, это вот, слушайте, у нас очень распространено, да, в Москве до сих пор есть голубятня. Ой, я не могу, круто вообще. А мне сейчас Аня кричит, смотри, смотри, что здесь. Ой, Аня, смотри, там помело растет. Ты видела, как помело растет? Пойдем глянем. Ох, мы сейчас по голубятне идем, запахи умопомрачительные, конечно. Только мы отошли от голубятни. Тут у нас джекфрут, помело. Вот он, вот он, джекфрут, но он маленький еще, видите, не дозрел. Подожди, или это дуриан, Аня? Не-не, джекфрут, да? Джекфрут. О, вообще, слушайте, я первый раз вижу, ну, так вблизи прям, как он растет. А вот, смотрите, маленький, это вот он только-только вот зарождается. Видите, здесь еще бутон, ну или как, да, здесь вот плод уже появился. А так, вон, видите, как, ой, расфокусировалось. Прикольно. О, это дерево. Вообще, ты видела, когда-нибудь такие огромные, помело, я в шоке. Реально, слушайте, Аня, больше, чем твоя голова. Вон тот, смотри. На видео не так видно. Подожди, ну это вот средний. Вот моя голова. Вообще. Больше, чем голова. А вот этот вообще еще больше, то есть, вот прям. Вот размер телефона для понимания. Вообще, слушайте, огромный. У нас столько новых впечатлений. Гриша кричит, там бананы. А здесь королевские карпы. А какая у них чистейшая возичка. Папаю еще нашел. Ой, слушайте, какой потрясающий сад. А вот она, Папая. Помните, я вам огород в прошлом отеле показывала? А здесь, конечно, они вообще превзошли все штаны. Вот так вот растет Папая. Это даже вот как-то не дерево, больше на такой кустарник похоже. Вот она, видите, во всей красе Папая. Ой, смотрите, ее сколько на одном кусте растет. Вы когда поедете, если на Мальдивы, там прям есть папаевые плантации. Мне кажется, самая вкусная Папая именно на Мальдивах нам показалась. Ой, а вот они бананы, банановые листья. Сейчас мы бананы найдем, ищем, ищем, ищем. Вон они, смотрите, висят. Ну, бананами уже никого не удивить. Они на Кипре, повсеместно растут везде. Если когда-то были, вообще в Азии, ну, в каких-то жарких странах везде есть. А вот, конечно, помело, Папая и джекфрут. Мы впервые увидели, как растут. Ну, в таких количествах. Дальше японский сад или китайский. Ну, сейчас китайский Новый год. В принципе, все так украсили в китайском стиле. Ну, в районе для жизни набережная становится очень такой скучной, номинальной. Ну, то есть, дорога и просто тротуар. Кусты. А там что? Это что? Ага, я не знаю. А, что-то это. Ну, короче, какой-то остров, Гриша говорит, странный. Что-то там какие-то странные. Ну, и жилье уже такое, ну, не отельное. Да, тут отелей практически нет. Это, так скажем, часть набережной будет интересной. Я сначала хотела добавить, вот как мы шли. Мы просто сразу сюда, в эту сторону пошли. Но поменяю местами, потому что, ну, наверное, туристам будет не особо интересен этот район. Да, вот те, кто приезжают сюда на длительный срок и за мостом рассматривают себе жилье, вам будет, я думаю, интересно посмотреть. Так, ну, остров, по-видимому, туда возят какие-то экскурсии, что-то интересненькое. Надо узнать поподробнее о нем. Короче, это какая-то немецкая история. Символ создания всего мира. Что-то там мы вычитали в интернете. Ну, возят, видите, экскурсии на него. Я думаю, ну, так скажем, сделать красивые фотки и музей. Они уже начинаются жилые комплексы. Ну, вот это все вот так вот выглядит. Больше как спальный район и набережная. Выглядит вот так. Конечно, возможно, ну, посидеть, полюбоваться морем, встретить закат. Возможно, и красиво, но купаться нет. Нашли уже до жилых комплексов. Идем, кстати, к друзьям, если разрешат. Покажу вам, ну, квартирка, как выглядит, да. Вот уже, когда за мост дальше чуть проходишь, начинаются, ну, вот такие парковые зоны довольно приятные. Как-то новенько сделанные. А вот они уже начинаются. Все-таки более такая обжитая новенькая часть с апартаментами. Дальше там тоже идут отельчики. Мы ждем подтверждения. Кстати, уже четвертый день от туроператора. И это нормальная история. Даже крупный туроператор может подтверждать и трое суток, и четверо. Потому что они запрашивают в Таиланде. Там или во Вьетнаме. А, не, аккуратно. И получается, что, вот, например, во Вьетнаме сейчас выходные. Даже закрыты многие торговые центры. Соответственно, дождаться подтверждения в эти дни невозможно. Они не ответят вам. То есть туроператоры всегда запрашивают подтверждения у отеля, если это не моментальное подтверждение. Даже самый крупный. И могут прислать отказ. Или закончились номера, они вам напишут, что мы не подтверждаем. Но если хотите, можете оплатить другой номер. Например, Делюкс. И мы вам подтвердим сверх стопа. В общем-то, очень-очень много вот таких моментов. Бывает сразу, что бывает три дня нужно, что бывает пять дней. Так же, как и ваучер. Бывает, присылают моментально. Бывает, присылают. Но это зависит от окруженности туроператора. От того, выходные, невыходные, праздники, непраздники. То есть это, по сути, как государственная структура, все эти туроператорские истории. Вот, поэтому... Но получается так, что мы должны это, получается, все, ну, объяснять людям. Некоторые не понимают, требуют. На это уходит очень много времени. Поэтому я стала это озвучивать в каждом видео. Кто смотрит, кто ни разу не бронировал через агента, через туроператора. Что вы напрямую будете от туроператора на сайте бронировать. Но он тогда вам предложит только, например, сливкоррол. Обращайтесь, только коррол вам предложит. Так, потом вам расскажу всю эту кухню. Мы уже хотим даже шаблоны сделать. Потому что многие люди не понимают и приходится много объяснять. Потому что даже кто бронировал, обычно агенты не объясняют. Но мы всегда за честность и хотим всю информацию донести, чтобы не было никаких недомолвок. Сейчас поднялся ветер и ничего не слышно. Поэтому я вот все хочу записать какое-то видео такое со всеми ответами на вопросы. Потом в Телеграме, не знаю, когда это видео выйдет. Но, в общем, я в Телеграме запустила такую историю с ответами на вопросы. Задавайте, что вам интересно из кухни турагентства. Тем временем уже, да, проявите, как погода меняет. Только что по солнышку шли, уже опять пасмурно. Смотрите, нашли мы пляжик. Все-таки он небольшой, менее густонаселенный. Вот как раз где все проживают. Уже здесь сосредоточены квартирки. И все, конечно, это дороже, чем в той части, где мост был. Боже, какой ветер поднялся. Наверное, вообще ничего не слышно. И мы идем вот в эти здания. Покажу вам, что там и как. Это не отель, апартаменты. Но мы где-то вон там, вот как раз ждем подтверждения. Уже третий или четвертый день от туроператора для заезда. В общем-то, если подтвердят, будем видеть это здесь. Пляж, кстати, в такой небольшой бухточке. Волны поменьше, чем на Ничанглском пляже. Но и сам пляж, конечно, довольно маленький в сезон. Здесь он будет вообще, наверное, пятком. Линия неширокая. Ну и опять начинается или продолжается, можно так сказать, набережная уже северной части Ничанга. Оставляем, когда солнышко, конечно, вода намного будет красивее. Ветра не будет, солнышко светит. Видите, пока шли, погода поменялась. Ну, в общем-то, набережная, пляжик есть. Ну и, наверное, этот комплекс самый густонаселенный. Куча всяких кафешек, ресторанчиков. Выходишь, далеко ходить не нужно и вьетнамские кафе, и русские, и китайские. Ну и, конечно же, огромное количество апартаментов. Алисия, Костя, нервничает. Так, ну вот он комплекс, очень насыщенный. Кафешки, фрукты, просто все не отходя. Ну, конечно, довольно удобно жить в таком комплексе. С кучей кафешечек просто, конечно, прям ого-го-го-го. Здесь и пицца, и отели тоже есть. Но двор как-то такой, видите, общий у них что-то. Естественно, есть ресепшн. Ждем наших друзей. Сейчас спустятся. Пойдем посмотрим, что за комплекс. Комплекс апартаментов. Называется Чич-Хан Дьехью Транк. За водой, за водой. О, видите, можно оплачивать, и воду за это... Воду будут давать, короче. Ну, сегодня, видимо, очень много чая будем пить. Ну, идем. Слушайте, ну, прикольно. Так же, как у нас, в принципе, в отеле. Тут тоже есть и отели, и апартаменты, в принципе, в этом комплексе. Слушайте, ну, это первый раз мы в апартаментах. И балкон есть. Ну, вообще, о, боже, а вид-то какой. Ну, так по-домашнему кухонька, прикольно. Вот это вообще кабинет, конечно, потрясающий. Слушайте, ну, вид вообще. У вас что, первый, что второй? Такой вид красивый, да? Огонь вообще. У тебя нормально, я тебе скажу, рабочая. Шик. Тебе вот здесь шторку повесить. Вообще. Ну, это вид, конечно, потрясающий какой-то. Здесь, вот, основной, вот, спокойствие. Это очень нормально. Несколько комнат, они, кстати, такого хорошего, нормального размера. Везде окна чуть ли не в пол, и практически везде море. Море видно. Очень уютно, конечно. Слушай, ну, апартаменты большие. Детская. Вон они уже играют. Слушай, уютно, да? Как классно. И виды, виды, конечно, вообще. Смотрите, со всех сторон открывается потрясающий вид на море. Вот, кстати, посмотреть, как пляжик. Здесь тоже есть отели. Они намного дешевле, чем в центральной части. Ну, а пляж, как бы, совсем не хуже. Но, конечно, в сезон, я думаю, здесь будет очень много народа, потому что пляж довольно маленький. Но зато здесь все близко. Спустился куча кафешек. Там просто, конечно, жить очень удобно. Если на долгий срок, здесь лучше, чем в центральной части. Ну, с видом просто, конечно, повезло ребятам. Ну, как повезло, они долго выбирали. Смотрите, какая красота. Просто на весь пляж открывается. И вот даже как-то, да, едут машинки. Ну, видите, здесь не так сильно все сосредоточено, да, как в самом Ничанге. Шик. Прогуляемся по магазинчикам. И чтобы вы понимали, Аленка. Короче, супермаркеты потрясающие. В общем, здесь, конечно, жить намного удобнее, чем в центральной части Ничанга. Но все-таки, как-никак, жилой райончик. Прикольные какие вообще, да? Класс. Где? Ну, сразу мы понимаем, что мы в русском районе. Гречечка, гречечка. И не то, что в Тае, знаешь ли, да? Один магазинчик там на весь этот. Здесь повсюду. Ну, в общем-то, вы поняли. Потрясающе. И шпроты продают, и греча есть. Один прикол во Вьетнаме. Ну, или не прикол. В праздники любые. Вот видите, с 9 по 14 февраля все становится дороже. И это во многих магазинах. Вот, например, мы сейчас покупаем кофе. И оно дороже на 20%. Кошки, смотри, собака. Красотка какая-то лает. Боже ж ты мой. А, это мальчик с розовым хвостом. Идёмся по местным. Слушай, а собаки-то тут повсюду вообще. Ну, слушай, как в Россию идёшь? У меня Аня говорит, в Москве прям. Так, ну что, прогулялись по райончику. Не такой он, конечно, густо насыщенный. Но зато магазинов здесь, супермаркетов вокруг. Туча. Семечки повсюду. Дед Семён. А это вообще запрещеночка. Здесь нет таких яиц, вот как настоящих, как у нас, киндеров. Ещё и самса. Ох, ох, господи, молочная продукция. Конечно, во Вьетнаме намного круче, чем в Тае с вот этими своей продукцией. Трубочки, орешки, масло. Короче, магазинчик. Ну, вообще, и пирожки домашние. Ой, халва ещё. И пирожки. Ой, всё, берём. В этих комплексах тоже есть. Называется, он даже пятизвёздочный. Называется Муан Трани. Что-то там, в общем-то, смотрите, запоминайте. Смотрите, отель я имею в виду. Russian food. Вкусно как дома. И народу тьма. Ну, в общем-то, вы поняли. Мы как будто приехали в Москву. Решили дойти до Чамских башен. Называла я всё их чашами. Чашами просто созвучное слово. И здесь же рыбацкая такая деревушка. И вокруг очень много всяких кафешечек с рыбными продуктами. Но сидеть, конечно, тут вот в такой атмосфере. Они просто выставляют столики на вот эту часть набережной. Это, конечно, грязная такая часть. Там прям вода грязная. Это, по-моему, река. И она впадает уже в море. Ну, и здесь типа маленького порта с лодочками, откуда они отправляются. Вон знаменитый Таас купается, в котором устраивают гонки вьетнамцы. Развлечения. Интересно так даже. Они как игрушечные, да, смотри, мелкие? Маленькие. Ну. Ну, видимо, она может на одного. Здесь мы уже себя ощущаем, как будто бы мы в туристическом месте. Сразу много туристов, потому что здесь есть достопримечательность. И все приезжают на неё посмотреть. Организованной группой присоединились к кому-то. Так, тут можно пойти с гидом и без. С гидом 100. Без гида 30. А, я думаю, что это... Да, аудио. Ну, ты что, за 100, думаешь, тебе дадут? Ребята вот захотели, значит, они хотят с гидом. Но мы им объясняем, что, скорее всего, это аудиогид. Так, всё выяснили. Идём за 30. Потому что гид только на вьетнамском, к сожалению. Так пытается, Гриш, деньги всучить. Посмотрите, она как-то к ней пристаёт. Слушайте, а местечко-то оказалось популярное. Потому что больше здесь особо некуда пойти. И все-все пришли гулять на Чамские башни. Смотрите, сколько людей прошло. 1979. Короче, слышите, местечко супер популярное. Ну, посмотрим, может, это какое-то чудо света. Просто супер-пупер популярно. Ой, какое дерево красивое. Так, ну, пока-пока. Кроме людей мы ничего не видим. Но место красивое, красивое. Мороженку продают, если что. Сувенирный магазинчик присутствует. Мы в супер-теистическом месте. Ну, нужно почитать про Чамские башни. Думаю, какая-то с ними связана история. Вы слышите, ну, это супер-пупер популярное место. Но это просто только лишь из-за того, что в Нячанге особо некуда пойти. И любой камешек это уже... Если ты хочешь, то здесь должна стоять очередь. А-а-а! Ох, ешки-макарешки. Слушайте, это вот эта огромная очередь стоит внутрь на Чамские башни. И я смотрю, что многие разворачиваются и уходят. Но это какое-то знаковое религиозное место. Потому что все стоят, молятся. Я думаю, что, может быть, мощи какие-то или что-то еще. Ну, то есть такая религиозная достопримечательность. Ну, еще моментик, что нужно будет одеться. Потому что зайти открытым нельзя. Мы решили очередь не стоять даже ради контента. Ой, тут, кстати, много таких башенок. И, в принципе, в каждом нужно зайти, помолиться. Но так как мы не той религии, мы не будем заходить. Также на территории храма обычно вообще всех достопримечательностей у них проводятся фотовыставки. Ну, в принципе, так же, как и у нас. Но количество народа здесь обусловлено лишь тем, что просто в Ничанге больше нечего посмотреть. Ну, в такой, да, доступности гуляния по пляжу. Так, здесь, видимо, проводят какие-то, не знаю, может быть, что-то в виде йоги. Ну, какие-то ритуалы. Кстати, Ничангу всего лишь 100 лет, а эти башни уже здесь стояли в окружении лесов одни. Вот как они здесь образовались. Надо, кстати, почитать. Какие-то, видишь, старинные. Но они уже, видишь, все равно из кирпичей. Не такое оно древнее. Ну, это остатки какой-то цивилизации. Так, шоу-рум нашли. Ну, внутри можно что-то посмотреть. По стенке разные. Что внутри там. Ну, мы для себя выяснили, что мы просто, так скажем, прогуляться. Ну, сделать какие-то фоточки. Как-то для нас религиодной значимости не несет. Ну, в принципе, как вот и другие, тут только фоткаются. Ну, вы поняли, народу тьма. Ну, если для вас это какую-то значимость несет, можно сходить. А так, ну, в принципе, можно и не тратить время. Так, если вы просто прогуливаетесь, зайти можно. Ну, или вы поклонник истории. Ну, в общем-то, вы меня поняли. Больше такая прогулка по саду. Так, кому-то очень холодно в шубе гулять. Я вообще даже с ветерком, мне жарко. Здесь, спроси, тепло ли тебе делится? Так, ну, слушайте, на китайский Новый год эти все нарядные. Кстати, прикольно было, если бы на входе всем такие платья выдавали. Смотрите, вот на эту фотозону самая большая очередь. Значит, здесь какие-то потрясающие фотографии получаются. Но очередь надо отстоять. А, да, слушайте, мы вот думаем, что детей не взяли, они бы тут с ума сошли по камням лазить. Ну, прогуляемся. Садик, японский дворик. А, ну все, это уже тупик, смотри. Ну, очень симпатично, смотри, деревья, да, сцепились. А, их сцепили. А, это не настоящее дерево. Арматура. Арматура. Ну, вот слушайте. Арочку сделали. Ну, в общем-то, сделали очень красивое местечко для фотографий. Ну, для прогулок вполне себе парк. Кто уже нагулялся вдоль набережной и денек, например, не жаркий или... Ну, кстати, в жаркий денек прийти, такой, ну, просто парк. О, как у них пряли. У всех была пряжа, да? Раньше. Ну, они из шелка, наверное, да? Ну, они, ты знаешь, как правило, сидят, что-то придут так для, ну, антуража. А продают, вон, видишь, сзади нее это все. Так, а тут прям бойкая торговля идет. А, ну, это она сама делает, явно, смотри. А, посмотри, как сидит. Вот же удобно, да? Это, кстати, очень полезно. Мне все время здесь напоминает все Сочи. Вот, посмотрите, вот здесь и так. Опа, Сочи. Все-таки решили дойти до этого островка и узнать. И, по ходу, до него можно плыть на тазах. Развлечения так развлечения. Но большинство мы смотрели, плыли на лодочках. Как раз лодка возвращается с туристами. Что-то такое интересное. Ну, я думаю, там просто тоже храм какой-то. И виды красивые открываются. И что остров вроде как, да? Погулять. Ну, прикольно. Я уже занялся. Да, да. Ну, вот еще одна достопримечательность. Добрались до кафешечки. Я вам сейчас покажу. Вьетнамский кофе самый популярный. С яичком. Я его всегда пила на Фукуоке. Очень мне запомнилось. Очень понравилось. Будем пробовать здесь. Ну, и чем мне нравится в Вьетнам? Здесь везде очень приятные интерьерчики. А еще всегда приносят водичку в кафешках. Сейчас. Присладно. Так, вот он, вот он, мой кофеек прибыл. Это мне. Сейчас будем пробовать. О, еще и с печенечкой. А это забивать. Он же очень терпкий такой. Да. В общем-то, это вьетнамский кофе. Сбивается желток с сахаром. А Надя расскажет историю появления этого кофе. Ну, из-за прочитанных, Надя же. Из-за прочитанных приезжали европейцы, очень любили капучино. А вьетнамцы не могли сделать им капучино. У них не было техники, что для этого нужно. А они придумали альтернативу. Сбивать вот этот желток и сделать кофе. Яичный кофе. Эк-кошик. Вот такой вот экскурс в истории. Китайский Новый год во Вьетнаме. Это, конечно, очень красиво. Повсюду цветы. А мы идем, похоже, в торговый центр сегодня. Ну, посмотрите, какая красота. Здесь такие классные кафешечки, конечно, во Вьетнаме. Везде, повсюду кофейни, рестораны. И сразу заметили, на курортах всегда вас встречают в торговых центрах чемоданы везде. Я думаю, что нам уже скоро пригодится, потому что мы купили какой-то суперновомодный без замка, но он что-то дышит на ладан. Мы с вами очень много гуляли по тайским торговым центрам. Настало время вьетнамских. Во Вьетнаме производится очень много брендов, вернее, отшивается настоящих во Вьетнаме. Но, вот, например, рассказали нам, что Nike здесь не сыскать настоящий, хотя он здесь отшивается. Но, я думаю, сейчас кто прилетит из России, я уж не знаю сейчас, как там. Ну, хотя я была в Москве, мне кажется, все как было, так и осталось. Я не заметила ухода бренда, потому что я, видимо, ими не пользовалась. Я как-то не знаю, что я ношу, какие там кроссовки, но для тех, кто следит, конечно, сейчас на курортах хорошо будет закупиться всякими брендовыми вещичками. Ну, здесь они, наверное, по большей части не настоящие. Ну, вы поняли, в торговом центре есть все. Ого-го, есть крокс, ничего себе. Сейчас оценим кроксы, вот, например, в Тае безумно дорогие. Ой, а модели-то какие новенькие, смотрите, ничего себе. Ой, слушайте, во Вьетнаме, в Дубае такая была беда купить открытые босоножки. Здесь они есть, представляете? Реально, вот почему-то в Азии везде закрытые только носят. И вот такие открытые босоножки, как у нас популярные, сложно найти. Ой, слушайте, вот мы так как пляжные жители, так скажем. Конечно, без кроксов вообще не обойтись. Гриша себя смотрит настоящий, потому что он себя купил. Не настоящий, и двое тапков за два месяца провались, чтобы вы понимали. Слушайте, ну и цены нормальные, в районе двух тысяч рублей нормальные цены. Потому что в Тае дешевле, мне кажется, пяти найти невозможно. Так, ну мы, конечно, не за вещами пришли. Вы знаете, что я ношу вещи, тут же выбрасываю, покупаю следующие, чтобы не таскать в чемоданах. Поэтому мы не особо тут шопимся, закупаемся. Но купить есть что. Ну, очень много товаров всяких разных, и брендовых, и нет. А мы идем искать еду, фудкорты, естественно, как всегда. Мне кажется, это главное для такого знакомства со страной. Это главное познакомиться с едой, ну и культурой. Ну а через еду и культуру познаем. Фудкорты мы пока что не нашли. Такие мелкие истории есть, мороженка. Ну а мы идем в супермаркет, называется Лотте. Это, по-моему, вообще название корейская, возможно, это какая-то корейская сеть супермаркетов. Вообще-то я заметила в Вьетнаме очень много корейцев. Ну вы поняли, что с конфетками проблем нет. Это желешки у них очень популярны в Японии, Корее. Ну и, конечно же, во Вьетнаме, видимо. Мы, когда приезжаем в новую страну, всегда обследуем супермаркет и знакомимся с какими-то продуктами, пробуем что-то новенькое, что еще никогда не пробовали. Ну вы поняли, если хотите что-то вкусненькое прикупить. Здесь, кстати, очень много сладостей, орешков. Макадамия очень у них популярна. В общем-то, за сувенирами всегда всем рекомендую приходить в супермаркет, что-то привезти домой. О, боги, что я нашла. Да, это майонез моего детства, корейский майонез. Он безумно вкусный, самый вкусный майонез вообще в моей жизни. Кетчупы они явно любят. И в Азии самые большие отделы с дошираками. Но самого доширака почему-то нет. Вот я ни разу в Азии не нашла доширак. Есть все, что угодно, кроме доширака. В отличие от Таиланда, со сладостями здесь вообще нет проблем. И даже вот такие есть. В детстве я очень любила. Мы торговали, у нас был магазин дома. И вот такие семечки постоянно мама завозила. И я их очень любила. Вчера джипфрут. Видели, как висит на веточке. А здесь есть чищенный. Можно, видите, самому почистить. Это во мне Таиланд. Смотрите, какой огромный. Можно купить. Забрали, забрали. Я хотела взять, там был почищенный этот дуриан. И они его забрали, пока я снимала. Ну ладно. Ань, да хватит нервничать. Господи. Это Аня сразу нервничает. Забрали, забрали. Мой дуриан забрали, пока я снимала. Ну, видимо, они, видите, их чистят здесь. И продают за штуку. Вот этот 89, 169. Ну, не по килограммам, а поштучно, по размерчику. И вот, видите, лежит все в этом супермаркете. И никто тут не падает в обморок от этого запаха, как прям вот сделали в некоторых районах Таиланда, чтобы прям вообще умереть не встать. Что в Малайзии, что во Вьетнаме повсеместно есть дуриан. Как бы в супермаркете все разделывают. Все, и вот в Таиланде в Топсе только продают. Вот здесь тоже повсеместно продают. В общем, никак он там прям жутко как-то не воняет, конечно. Так, ой, какие-то тут интересные. Короче, вот знаете, что первое бросается в глаза, как будто тут более фермерские какие-то продукты, что ли, во Вьетнаме. Ой, огромный стеллаж с яблоками, что большая. И огромная редкость для Пхукета, Таиланда. Здесь прямо стеллажи, так и цены. Я пока вот еще к ценам не привыкла. 139 тысяч, 99 тысяч яблочки, но они есть. По поводу овощей и фруктов это прям восторг. И нюанс есть во Вьетнаме, что на праздники, там какие-то выходные дни, супермаркеты, многие кафешки, все закрывается. И поэтому сегодня очень много здесь народу, потому что на праздники супермаркет был закрыт. Мы были в Gold Coast Shopping Mall. И идем дальше, есть наши булочки. В Ничанге мы только и делаем, что гуляем, не купаемся, потому что нас ждут ресорты. Ну и море сейчас очень волнуется, пляж не очень красиво выглядит. Мы все ходим по еде, тут кафешки и Техас Чикин, и Макдональдс, и КФС, торговые центры. В плане еды вообще нет напряга, огромное количество тротуаров, удобно. Мы его нашли в Фудкорт на третьем этаже торгового центра. В основном здесь молодежь, я же сказала, они у папы в пакете вода. Они, когда заходят в торговый центр, всегда просят пить, неважно, хочет ли она пить. В общем, вы поняли, Фудкорт это место тусовки школьников. Ой, как пахнет попкорном, боже мой. Здесь видите игры всякие, игровые автоматы. О, смотрите, какого можно разрисовать динозавра. Это Аня его еще не увидела. Ну а вот он уже в Фудкорт. Здесь есть барбекю-буфет. Кстати, во Вьетнаме даже больше, чем в Таиланде, популярные барбекю-буфеты. Вот смотрите, например, такой вон стоит букет 229 тонгов, 1000 тонгов. Но мы наедые сейчас, сходим в следующий раз в этот букет. Есть буфет подороже, это хот-хот, где вы готовите, варите сами. В общем-то, третий этаж это этаж для детей. Есть еще боулинг, смотрите, 200 тысяч тонгов стоит 90 жетонов. Три жетона, 10 тысяч тонгов. Но здесь пришел все, и на три часа. Тут столько автоматов много, игровая тоже есть, но слишком шумно сюда приходить с малышами. А боулинг такой, но слишком шумный. Там обслуживание, просто в автомат засовываем денежки, выдает литоны. Ага, я сейчас счастливая будет. Пошла выпирать, пошла, пошла выпирать. Пошли себе, чемоданчик круглый. Я вообще впервые такое вижу, прикольно. А это как ридикюльчик. Прикольно, утро, вечер. Мы решили все-таки сходить в эту кафешку. Как она? Паленс бестро называется. Вот она. Такое уютное кафешечко, прям рядом с нашим отельчиком. Конечно, в плане кафешек у них вообще с интерьерами порядок. Нового года во всех ресторанах, чуть ли не неделю. Все выходные 15% не скидка, а наоборот надбавка к счету. Городская жизнь бьет ключом. Сегодня мы у Макдональдса. Деты будут кататься на машинках. Опять Каня пришла подружка. Бежит счастливая тоже кататься на машинках. Осталось ждать свободной машины. Да, нет свободных машин вообще. А тут еще на одну сразу несколько. А меня больше, знаешь, прикалывает. Многие взрослые тут играют в эти игры, всякие машинки. Ну все, погнали, погнали. Аня, они стопорятся, когда близко подъезжаешь. Слышишь? Аня, Ань, они стопорятся, когда близко подъезжаешь. На ней не врежешься. Ммм. Пошли мы зайти в кафешечку с вафлями. А тут такие вафли и еще. Вафли потрясающие, с разными начинками. Огромного размера. И тадам! Наливают кипяточек в чайничек. В общем, пьем чай теперь здесь. Да, вообще потрясающе. И еще к чаю приносят всякие вот штучки, муниципатики. И интерьер такой приятный. Приятно. Я не малышка. Ну кто ты? Не малышка. Это, да, огромная тарелка с вафлями. Салмон стоит 130 тысяч тонн. Донгов. Кафешечка называется Отелджер Айскрим Вафли Кейт. Но мы ели не от Айскрим. Но Айскрим здесь тоже есть. В следующий раз зайдем. В палаточках всегда у них очень много сухофруктов. В отличие, кстати, от Таиланда. О! Чудесная макадамия. О, слушай, здесь прям, да, прям звездочка-звездочка. Интересно. Тайгер, бальзам, все как в Тае тоже. У меня, кстати, обзор есть тайских всяких вот этих штучек. Так что во Вьетнаме, в принципе, все то же самое. Мини из Малахита. Я все не могла вспомнить, как называется. Мы тут такую вкусную шоуруму нашли. Грик в лепешечке вкусный. Лепешечка мы вот такие в Турции покупали. Развлечения в Ничанге сводятся к тому, что мы ходим по утрам запускать воздушных змеев перед школой Аниной. Проходим сквозь байки. Уже Новый год. Китайский подходит к концу. Скоро улочки немножко опустеют. Но в любом случае здесь, конечно, приятность в том, что все время идешь, хоть и среди байков, но по тротуару. Никто тут не снует, не носится. Это, конечно, плюсик. Но мы уже, если честно, устали от города. Но у нас еще здесь один отель. Заедем. Я, конечно, от этого не в восторге, в котором мы сейчас живем. Там прям мы думаем, господи, скорее бы переезжать. Завтра мы уже едем в новый отель. Посмотрим, что там. Даже не помню уже, как он называется. Будем обследовать уже из того отеля другую часть набережной, более активную. Потому что мы в прошлый раз ходили с вами в русский район. А в этот раз пойдем в сторону Канадки. Ну, грубо говоря, с Винперла, куда приезжаешь. Прогуляемся, дойдем. Там как раз банкомат Вьетнам-Рашин. В Вьетнаме очень много кофеин. Причем таких кофеин, в которые заходишь, и там только кофе. Ну, естественно, иногда там пирожники какие-то попадаются. И видите, как они популярны. Послушайте. Просто очень интересно. Очереди такие стоят. И это, ребята, не Старбакс. Какая-то, видимо, популярная. Какая-то очень популярная кофейня. Запоминайте. Но когда китайский Новый год закончится, здесь не так будет много народу. Можно и сходить. Интерьер приятный. Идете. Ой, видите, как разносят еду повсюду. Жареные яички носят. Вот кофейня, кстати, напротив вот этого цветка лотоса. Кстати, Ань, можно зайти, посмотреть, что там внутри. Такого количества байков мы в Таиланде с вами не наблюдали. Вьетнам – это вообще интересная история. Вот этот переход через дорогу – это уже и есть как развлечение. Круче, чем американские горки. Здесь повсюду сидят парковщики, которые паркуют байки. Так что, наверное, поэтому здесь и не так популярна аренда машин. Потому что, во-первых, расстояние в 100 километров. Вы будете ехать чуть ли не 9 часов, потому что ограничение по скорости 50-60 километров в час. Парковка в центре – это еще тот квест. Тут байка бы где припарковать. Ну и вообще это все же не Пхукет. На Пхукете едешь, например, по трассе, там и байка-то не встретишь. А здесь все же еще байков больше, чем машин. В котором площадь опустела погода. Видите, какая у нас прямо городская. Мы ни разу не искупались. Все гуляем, знакомимся с окрестностями, много кушаем. Кафешки классные, кофейни крутые. Ну, в общем-то, слушайте, в городе мы идеально провели время, но, как бы, наверное, это нам в охотку, да, такая городская жизнь. Все же, если бы я рассматривала чисто море, да, как турист, я бы все же выбрала где-то, наверное, отель более ресортный. Вот, как мы жили, еще вернемся туда, на другой пляжик. Ну, кстати, люди, смотрите, купаются. Ну, это, вот видите, такой городской пляж. Идеальный вариант – это Винперл. Вот он находится, доставка на, я уже не раз говорила, на Паникулере. Вы, как бы, живете на своем островке, купаетесь, чистейшей водички. И можно еще и скататься в город, да, на интересном транспорте тоже неплохо. Как видите, внесезонные волны большие, все равно все купаются. Вода на самом деле чистая, просто она сильно перемешивается, да, и солнышка нет, и она не кажется бирюзовым. Мы в свое время здесь, вот конкретно даже, наверное, в этом месте были в апреле. И, ну, была такая, знаете, одна большая волна, то есть заход в воду, не сказать, что пологий. Вот, ну, вода, она прям была чистая, ты плаваешь, и ножки свои видишь. Сейчас это, конечно, не так, потому что она, ну, больше так месяца. А так, вот в апреле был, знаете, как будто больше отлив, и волна такая одна большая шла. Так что, вот, кто прям в колориту хочет погулять по городу, отличный вариант. Ну, а для ресортного отдыха я бы все же выбрала острова, или на Пукуок, например, можно съездить, или все-таки здесь пляжик, да, в районе аэропорта. На Амуйне такие вот, они имеют какие-то свои особенности. То море цветет, то песок там, вот он прям желтый-желтый. Там тоже какие-то свои особенности есть, но там, ну, какие-то достопримечательности, экскурсионные программы именно островные, популярные. Вот как раз, смотрите, находится отельчик, да, грубо говоря, когда будете смотреть, первая линия. Это будет написано вот это, все равно через дорогу проходить. Ну, вот, грубо говоря, Hyatt Regency находится в первой линии, а вот наш Туинбулу. Ну, то есть они недалеко друг от друга ушли, да, совсем чуточку пройти. То есть это все равно, если вы в этой местности селитесь, это все городские отели без большой, ну, без вообще территории. То есть все сосредоточено только внутри здания. Мы решили попробовать, выдается такая штучка, ну, запикает, идем встречать, встаем в очередь с крабом. Во Вьетнаме, кстати, вообще нет проблем с доставкой, даже в негустонаселенных районах. Ну, и к вопросу несезонности. Почему-то мы все всегда думаем, что будет всегда пусто, никого не будет, никто не отдыхает, кроме нас. Вот если Россия не ездит, то все пусто. Например, Египет опустел, там тоже все отели битком. Поэтому не удивляйтесь, когда вы бронируете Турцию, еще что-то. И там, не знаю, пишут, нет места. Это не обман. Их реально нет, просто кроме нас еще другие вообще-то отдыхают. Долгие 10 минут ожидания. И красивый стаканчик нас с какими-то сырными шариками я взяла, господи, перевернула. В общем, это Бабалти, знаменитый тайванский чай. Будем пробовать. Ну, они, конечно, вырви глаз все делают очень сильно сладким. Слушайте, проходим мимо массажки. Они, конечно, здесь не так они популярны, как в Таиланде. Не на каждом прям шагу. Так, ну, цены, смотрите, 390, 490, 590. Так, вроде бы подороже. Я еще не совсем определилась. Так, ну, самый такой... А, ВИП, видите, какой-то 299. Короче, 299 массаж. Ну, в общем-то, цены нормальные. Ну, даже китс массаж есть. Ну, в общем-то, цены вот такие. Сейчас приду домой, переведу. Я забыла уже, сколько стоит. Уже на самом деле последний день в этом отеле. И я только дошла его снимать. Я на самом деле больше люблю снимать красивые, классненькие отели. А если мне не понравилось, то и снимать не хочется, если честно. Но нужно, нужно, видимо, снять, все-таки показать. Конечно, это никакое сравнение не идет с прошлыми. Ну, и цена у него намного приятнее. Кофе только вот такой фильтр. Даже детоксы есть. Шай есть. Хлопья есть. И даже, тадам-тадам, семечки на завтрак. Тыквенные. О, это сахар я беру, кстати. Вот единственное, что я ем на утро, имбирь с сахарем. Хлебушек, булочки, масло и джем. Очень тесненько, народу много. Ну, в общем-то, ну, вполне себе. Просто мы, так скажем, с небес на землю упали. На самом деле все есть. Видите, и фрукты, все каждый день меняется. Но, не знаю, все равно чувство, ну, как в столовой, понимаете, да, о чем я? Но все имеет свою цену, естественно. Есть даже холбаса, но она вот не такая лакшери, как была. Кимчи, соленья, все это присутствует. Очень много салатов. Подливочки. Ну, в общем-то, с салатами проблем нет. С оленьями тоже. Естественно, омлетная станция. Ну, и кроме прочего, во всех вьетнамских ресторанах есть еще и фо-по. Ну, а теперь по горячему пройдемся. Пончики. Здесь у нас, я забыла, как называется, но уже поняли овощи. Здесь, вот я уже все по-русски забываю, как называется. Фасоль, чикен фарри, миско такое, ух, да, ботат, сладкая картошка. Еще одно интересное блюдо. Здесь пенарис на гарнир. И бекон с сосисками. Ну, а уже в этой зоне заказываем себе супчик фо-бо или омлет. Но, как слышите, шумно. Народы тьма, но сейчас китайский Новый год, поэтому все отели под завязку. Мы на самом деле уже выезжаем. Сейчас пойду, попрошу, чтобы нам дали заснять чистый номерок, потому что мы уже здесь все разбросали. Но покажу вам вид именно из нашего номера. У нас 28-й этаж нам достался с шикарнейшим видом. Но здесь, естественно, все виды, так как отель на второй линии, получается, находится, да, через домики смотрим. Но здесь так все быстро строят, что вот, смотрите, например, вот здесь уже стройка идет. Скоро вот этой части уже видно не будет. Так что вид из окна молниеносно меняется. Но сейчас он вот такой красивый. Мы очень много времени проводили именно в номере, любовались видом. Но вообще очень интересно. Такие, знаете ли, трущобы, тут же небоскребы выросли. И, ну, вид потрясающий. И море, волны. Номер мы с вами посмотрим позже. Я уже вид из окна показала. То, что мы вечером заехали, я чуть не засняла, а потом уже сейчас как-то непрезентабельно все выглядит, да. Номер, на самом деле, очень хороший, с кухонькой, но без этих... Ну, расскажу еще. А сейчас мы пойдем с вами посмотрим, ну, так скажем, территорию отеля, которая сосредоточена внутри отеля. То есть, ну, как бы, да, как таковой территории здесь практически ни у одного отеля нет. Все-таки отели городские. Слушайте, я думала, что здесь будет бассейн на крыше, но он на третьем этаже, над лобби. Ну, красиво, в принципе, бассейн есть. Ну, это такое, знаете, как номинальное, что ли, да, то есть так немножечко искупаться. Все же здесь больше все гуляют где-то, проводят время в других местах, но бассейн есть. Также вечером, кстати, вот классное было бы место для завтрака, но завтраки проводят в другом месте. А это зона для вечернего времяпрепровождения, либо заказать обед. Ну, то есть, это такой прям ресторан, ресторан с очень красивым интерьером. Я бы здесь с удовольствием завтракала, но, к сожалению, мы завтракаем в другом месте. Вы увидите где. Там очень жутно и, ну, посмотрите. Ну, там, кстати, очень красивый вид открывается, потому что завтрак проходит на 30-м этаже. То есть на самом последнем этаже. И есть и терраса, то есть можно с очень красивым видом завтракать. Отель я не скажу, что детский, но детская площадочка здесь, конечно же, присутствует. И даже детский клуб. Детский клуб двухэтажный. Игрушек здесь практически нет, только, вот видите, немножечко валяется каких-то лего. Аниматора тоже здесь нет. Ну, хотя вот он был какой-то прикольный прям. Но сейчас как будто игрушки отсюда вывезли. На втором этаже есть сюрпризик. Телевизор есть. Ну, вот, о, господи, тут такой потолок, надо пригинаться. Ну, Аня, в общем, здесь просто зашла и вышла. И один раз скатилась вот с этой горочки. На этом все. Вы поняли, что обзор отеля будет довольно скучный. Но не переключайтесь. Здесь в городских отелях главное, конечно же, погулять в округе. А это у нас вышло здесь мега круто, потому что мы встречали и китайский Новый год, и вьетнамский. И посетили все достопримечательности, которые есть в Ничанге. А вы удивитесь, насколько здесь их мало. Любой уважающий себя отель, конечно же, имеет спортивный зал. Он, кстати, здесь довольно неплохой. Ну, а знаете, вот что здесь не так? Как будто вот все пусто. Вроде бы ресепшн должен быть, да, должны тут зазывать на массаже, но даже этого нет. А фитнес-центр довольно неплохой. О, боже, мерцает все у меня. Ну, в общем-то, вот такой спортзал. Аня тут зашла, что-то попрыгала. Ну, понимаете, да? Вполне для занятий спортом. Там очень даже, очень просторный, кстати. И тренажеры какие-то новенькие прям. Фитнес-центр прям меня порадовал, мне понравился. При заселении нам сказали, что есть сауна, джакузи. Вот, и мы, значит, с Аней пришли и не попали, потому что это все выглядит вот так. Так вот, вообще темно, сейчас попробую свет, видите. Смотрите, то есть вроде раздевалка есть, все. Слушайте, а сегодня все работает. А мы с Аней приходили, ничего не работало. А сейчас, вот, видимо, включили, слушайте. И стимбан есть. А, ну, оно, в общем-то... Ну, в общем, сауна есть. Надо же! А мы приходили, представляете, не работало. Ну, в общем, вам засниму. В общем, сауна сегодня включена. Может, она тогда сломана была. Ну, в общем, вот и сейчас она работает и пахнет лемонграссом. Есть парна и джакузи. Это все входит в проживание. Ну, понятно, что если вы были в турецких хамамах и так далее, это вас не впечатлит. Но это здесь есть. Аня, конечно, очень хотела попасть в сауну, но мы не разобрались, как это все работает. Видимо, нужно было самим все это включить. То есть, знаете, это же на самом деле ЖК-комплекс. И отель взял, ну, как бы в аренду, да, некоторые этажи и номера. А здесь вот посерединке, например, резиденция. То есть, апартаменты обычные. Поэтому, видите, здесь ресепшена не оказалось. А мы думаем, нам кто-то должен был что-то включить. Но нет, видите, заходите сами в сауну, включаете и паритесь. Что же, смотрите, посмотрим и другой номер. Они, конечно же, полностью идентичны. У нас только была кровать общая. Ну, то есть, выбираете, да, вам две или раздельные. Значит, смотрите, есть кухня, но нет посуды. Кухня полноценная, большая, стол очень удобный, холодильник большой. Но вот здесь вот этот шкафчик, он закрыт. И я думаю, что можно по запросу попросить там сковородочки и так далее. Но, видимо, лучше самому. Когда вы в отель въезжаете, я думаю, посуду они не предоставляют. В номере большой диван. Здесь, видите, две односпальные кровати. У нас была одна двуспальная, естественно, кровать. Но это я так попросила посмотреть. А сейчас, кстати, нет номеров практически свободных. Ремонт свежий, приятный, новенький. Но, конечно, без какого-то там лакшери истории такой, да. То есть, вот душик, все достаточно чисто. И, если честно, на фотографиях нам казалось хуже. А мы приехали, а оказалось лучше. Это я, конечно, очень люблю. Так, ну, стандарт-то здесь, конечно, вот такой унитаз. Все чистенько. Ну, то есть, лучше, короче, чем на фотках получилось. Ну, и у нас, давайте, вид покажу. Как раз у нас был на море вид. А здесь вид на город. Тоже, кстати, наверное, даже лучше. Смотрите, здесь нет... Никто не заслоняет нам вид. Ой, слушайте, на город тоже потрясающий вид. Единственное, знаете, какой момент. Здесь не очень хорошие стеклопакеты. И вот, слышите, я надеюсь, как бибикают машины. То есть, окна закрыты, но немножко слышно, как машины гудят. Ну, все, мы прощаемся. Спасибо, что нам показали. И идем дальше. В следующий отель переезжаем. Сегодня у нас обзор перевертыш. Я снимаю все, когда мы уезжаем. Ну, в основном мы здесь снимали окрестности. Возу здесь никогда не останавливаются машины. Кстати, вот, когда переходите, машины вообще никогда не тормозят. Смотрите, по поводу окреста мы находимся в самом центре, но даже прямо в отеле есть потрясающий шведский стол, буфет. Но мы почему-то не сходили, потому что были праздники. А в праздники у них все закрывается, не поверите. То есть, у них выходные, они отдыхают. А если что-то открыто, то там цены на 15-20% дороже. То есть, у них вот такая есть история. Ну, а буфет здесь потрясающий. Очень рекомендуем. Мы всегда ходим, вы знаете, в буфеты в Таиланде. Но вот здесь прям тоже очень-очень все неплохо. Ну, тут разные цены, естественно, от 300 и выше. На втором этаже также буфеты. Мы сначала подумали, что это торговый центр. Но нет, это буфеты. Здесь тоже есть выбор. Там и сашими, и суши. Ну, в общем-то, здесь вот, видите, название как раз проезжаем. Несколько буфетов. Ой, я прям, вы знаете, забыла на самом деле сходить. Мы тут много здесь гуляли, гуляли. Вот, и очень жаль, что мы не пошли. Вот, смотрите, что значит буфет. Вы заказываете сколько хотите, вам приносят. Ну, и, соответственно, вот, например, этот буфет стоит 649 тысяч. И вы вот получаете вот такие всякие вкусности. Ну, выбираете, да. Естественно, есть жаровня. Ну, пример такого буфета вы можете посмотреть у меня на канале. Выложен, но мы ходили в Таиланде. И, ну, примерно, слушайте, по ценам примерно одно и то же получается. Вот, смотрите, есть другой буфет, он мясной. Там 69, так, буфет 299, вот, например, да. Но это без рыбы, там будут какие-то креветочки, но без сашими и суши. Есть вот такая еще история. Ездят, ну, вот такие классные. Короче, всем рекомендую сюда прийти. Мы, может быть, еще придем, потому что вот сосредоточены разные всякие. То, что в Таиланде мы ездили по разным местам, а здесь все виды буфетов в одном. Вот мы, например, с такой тоже ходили, но мне он меньше всего понравился. Ну, в общем-то, вы поняли, есть подороже, есть подешевле буфеты. Они, естественно, различаются наполнением. То есть, там, ну, кстати, интерьерчики здесь очень довольно приятные. Самый дорогой буфет, который там 700, грубо говоря, тысяч, да, это суши, сашими. А мы уже едем в следующий отель. Я даже не знаю, в какой, чтобы вы понимали, у нас на самом деле бронируют отели все Гриша. Я вообще бронирую только другим людям. Вот, а нам всегда организует отдых мой муж. Так что, ну, кстати, вот окрестности. Ну, я, в принципе, все это засняла. Выходите здесь огромное количество ресторанчиков всяких разных. Поворачиваете налево, и вы уже оказываетесь на набережной. Там куча кафешек, магазинчиков. Тоже мы заходили, видео все показало. Ну, отель находится на второй линии, как вы поняли. То есть, ну, это вообще нормально прогуляться. Все дорожки есть. И за свои деньги, я считаю, очень неплохой вариант на самом деле. Ну, смотря сколько он, да, будет для вас стоить. Поэтому обращайтесь обязательно за бронированием к нам, за подборами туров. Я все вам расскажу. И дам оценку, стоит ли этот отель тех денег, которые он будет стоить в том месяце, в котором вы обратитесь. Кстати, я вам, ну, не знаю, кто не смотрел, наверное, начало, когда мы в Мивенпик заезжали. У них в аэропортах нет вообще банкоматов. У них вообще какая-то проблема с банкоматами. Но в Ничанге, в самом центре их довольно много. И даже есть российский банкомат. Ну, вернее, в Вьетнам, Рашин, там есть банк. Вот здесь, видите, есть, но он почему-то и не работает. Ну, здесь хотя бы можно найти банкоматы. Мы сейчас поедем на электромобили, чтобы вы понимали. Вот есть у них такое такси, но оно не всегда вызывается. Приложение не всегда работает, но оно вроде как здесь самое дешевое, говорят. Такие новенькие классные машинки приезжают. Вот. Поехали в следующий отель. Он здесь где-то рядышком. Переместились уже в правую, так скажем, часть набережной. Отель Комода. Он как будто более живой, прям какой-то отельного типа, а не ЖК, как наш прошлый. Пахнет безумно вкусно. И явно либо он новенький, либо прошла реновация. Мы теперь путешествуем с вещами. Это, конечно, знатная история. Полный чемодан игрушек Аниных. И еще из каждого отеля прибавляются поделки. Сейчас во всех отелях стоп, потому что прошел китайский Новый год. Все приезжают на отдых. Ой, здесь когда-то был, смотрите, бар. Но сейчас он явно не функционирует. Кофе нет. Ну, все сейчас к Новому году подготовлены. Везде цветочки, красиво. Так, ну, надеюсь, нам номер выдадут сразу. Мы-то приехали сейчас с пол первого. Может быть, нам повезет и выдадут номерок сразу же. Аня такая уставшая, как будто мы ехали сутки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...